Кто интересуется интересной, необычной фотографией на мой мастер-класс, посвященный новой, я бы сказал, концепции фотографирования, которую я назвал «Дуэты». Меня зовут Саша Генцес, я фотограф, фотографирую около 15 лет, и последние 5 лет посвящены именно этому моему направлению, стилю, или можно так сказать, моей находке. В рамках «Первозданной России» у меня персональный проект, называется «Русские дуэты». Это находится в отдельном небольшом зале, где можно познакомиться с коллекцией дуэтов, которые я сделал специально для нашей выставки «Первозданной России». Мне очень приятно участвовать в этой выставке и видеть такие замечательные работы нашей страны. Я рассчитываю, что мое творчество и моя выставка также вам понравятся. Я хотел с вами поделиться сегодня этой идеей, рассказать о том, как я к ней пришел и как я в ней, так сказать, живу, для того, чтобы, может быть, кому-то из вас она покажется интересной, и вы в своем творчестве, в своем фотографировании, так как все сейчас фотографируют, и не фотографов, я так понимаю, в современном мире практически нет, могли использовать что-либо из того, что я расскажу вам, для того, чтобы каким-то образом обогатить, сделать более интересным свое творчество. Итак, фотографические дуэты. Идея фотографического дуэта — это объединение двух, на первый взгляд, совершенно разных работ, сделанных в разное время, сделанных в разных местах и, в принципе, на которых изображены разные вещи. Но эти работы объединены одной простой, понятной с первого взгляда или, может быть, через какое-то время идеей. Дело в том, что, будучи зрителем, а мы все тоже являемся зрителями, я посещал много фотографических выставок и обратил внимание, что мы все на фотографических выставках очень быстро двигаемся. То есть мы подходим к работе, бросаем на нее взгляд, скорее всего, она нас ничем не зацепляет, и мы идем к следующей работе. И так до тех пор, пока мы не встретим одну из двадцати, одну из тридцати, у которой мы можем остановиться и действительно о чем-то подумать, поразмышлять, представить что-то свое, то есть действительно как-то получить тот заряд энергии, который вкладывал фотограф. Вот размышляя над этим, я подумал, что очень было бы здорово сделать так, чтобы каждая моя работа, которая представлена на выставке, заставляла зрителя проводить около нее хотя бы, ну я скажу, 15 секунд, хотя бы, да, хотя бы просто остановиться и понять, а что именно вкладывал в эту идею я для того, чтобы подумать, согласен зритель, не согласен, какие у него возникают ассоциации, вспомнить что-то свое, то, что было в его жизни, то, что может навеять эта фотография и так далее. И проводя фотографические выставки, я увидел, что это действительно работает. Для того, чтобы развивать свое творчество, я решил 15 лет назад, что я просто не просто буду фотографировать, а я буду делать выставки. И я буду делать по одной выставке в год. И так я вот для себя это решение принял и последовательно, начиная с 2000 года, каждый год в Москве я делал по одной персональной фотографической выставке. Они были небольшими, на них я сначала приглашал своих друзей, знакомых, друзей-друзей, на них приходило 100 человек, 200 человек, 300, может быть. Да, шаг за шагом, год за годом я двигался от галереи к галереи, и вот сейчас, будучи участником нашей первозданной России, это творчество вышло на, так скажем, большую арену, на большую сцену. Я очень рекомендую всем, кто интересуется фотографией и тем, кто фотографирует, рано или поздно сделать свою выставку. Пусть она будет небольшой, пусть она будет куларной, пусть она будет для друзей или частной, но вот тот прогресс и то изменение, которое получает фотограф, который фотографирует в стол, в компьютер, и только для себя, и когда вы показываете свои произведения другим людям, вот этот качественный сдвиг, его невозможно переоценить. Он действительно может помочь вам, если вы интересуетесь фотографией серьезно, действительно встать на очень серьезный путь самосовершенствования и личностного, и фотографического развития. Поэтому вот на моем примере вы можете увидеть, как, в принципе, человек, который не имел фотографической базы, не имел фотографической истории, стал, так сказать, фотографом, и который продолжает свой путь именно как фотограф. Давайте теперь перейдем к тому, что я для вас приготовил. Это фотографические дуэты. Я разделил свою презентацию на несколько частей. Начать я хочу с тех четырех дуэтов, которые дали основу этого направления моего творчества. Анализируя свои фотографии, это было пять лет назад, у меня около десяти тысяч фотографий, это не так много для человека, который фотографирует, как я сказал, уже пятнадцать лет. Я обратил внимание, что часть из этих фотографий начинают друг с другом очень интересно работать. И вот это была первая фотография, которая дала мне основу для такой мысли. Это называется водопады. На этом дуэте, и вы надо смотреть, как единую работу изображены два водопада. Нижний водопад, это действительно водопад, очень большой водопад в Исландии. Это самый мощный водопад в Европе. Его высота около сорока метров. И вы видите очень мощный поток воды, который падает в каньон. Зрители, которые сидят впереди, тоже, наверное, не видят, но я сейчас покажу. Вот здесь есть маленькая красная точка. Это человек, который стоит на другой стороне каньона. Масштабы этого водопада действительно грандиозны, он реально захватывает. Называется он Гиттифос, находится в очень труднодоступном месте в Исландии. Но если вы любите водопады, это один из самых красивых водопадов. И вот в дуэте к нему другой водопад, который выглядит как водопад, но при этом это камень. Это каменная ступенька высотой всего лишь 20 сантиметров, по которой тонким слоем падает вода, стекает. Я ее нашел в Чили. В Чили есть очень интересная геологическая такая зона, где бьют водильные дизеры. И вот этот вот человек на дальнем плане, он стоит не на этой ступеньке, он всего лишь в 20 метрах от меня. То есть это тоже некоторая такая иллюзия, чтобы скрыть от зрителя реальные размеры этого водопада. То есть появляется такое реальное, ну как бы, единство, что вроде бы два водопада. Но если представить себе, что между ними, ну, тысяч 8 километров и 5 лет, примерно 5 лет, 6 лет, может быть, моего творчества, то это становится такой непростой историей. Вот когда я ее увидел, она у меня сложилась в голове, я подумал, интересно, что еще может быть объединено в дуэте. И вот появился второй дуэт, который здесь представлен в моем зале. Вы сможете посмотреть, как он выглядит в реальном свете, да, потому что, хоть это и хорошее операционное оборудование, но оно все равно не предназначено в чистом виде для качественной фотографии. Что здесь? Вот это справа, вы не поверите, это наша Астрахамская степь. Снятая с борта самолета, обычного самолета, рейсового самолета, я летел из Москвы в Ашхабад, строго на юг, и пролетал, так скажем, все времена года. Мы начали полет зимой, это был март, было много снега, потом снег таял, 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 и чем ниже я продвигался на юг, тем больше, естественно, было солнца. В конце мы закончили просто летом. И вот эту Астраханская степь я никогда не видел, ни до, ни после таких уникальных пейзажей из обычного самолета, в котором мы все можем летать. И вдоль к нему необычная картина. Что это такое? Это кусочек земли, который я нашел в Исландии. По сути, он выглядит как лава вулкана, но это не лава, это просто такая цветная земля, покрытая тонким слоем воды. Свет вот этот вот возникает именно из-за того, что в Исландии очень богата вот именно почва, она уникальна абсолютно своими цветами, и там можно найти совершенно уникальные цвета именно в самой природе. Размер вот этого фотографии, вот от этой точки до вот того камня, около 20 метров всего лишь. Это то, что находится как бы под ногами. А сам камень, это гизер. Гизер, который фотографируют миллионы людей. Это самый популярный аттракцион в Исландии. И вообще слово гизер, оно появилось от Исландии, потому что в Исландии был тот самый гизер, который дал название вот всем остальным гизерам. То есть аналог как Xerox Xerox, да, так сказать, компания Xerox сделала нечто, какой-то прибор, который мы все начали называть ксероксом, независимо от его производителя. То же самое произошло и здесь. Гизер в Исландии назывался гизером, он там и остался, но при этом все остальные гизеры также начинают называться этим словом. Вот все люди, которые здесь тоже видны вот на заднем плане, они все фотографируют этот гизер. Это обычная фотография, их миллион. Если вы напишите в интернете гизер Исландии, нажимаете в слово картинка, вы получите 5 миллионов фотографий, как вода начинает подниматься, пьет, ну, любой ситуации. В этом смысле мне это было не очень интересно, а вот такой фотографии вы точно не найдете. Более того, когда я вернулся из Исландии, я сделал персональную выставку именно про Исландию, и открывал посол Исландии. Он пришел со своей супругой и ходил, 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 говорит, а где это вообще? Где вы нашли такую землю? И когда я ему рассказал, он настолько удивился, потому что этот гизер, это примерно как наша Красная площадь. Вот если вы представите себе аналогию, что кто-то, какой-то фотограф, сфотографировал Музолей Ленина так, что никто не узнал, что это Музолей Ленина, потому что, в принципе, Музолей Ленина все узнают. Вот аналог именно такой же. Это называется Красное Золото, и это был второй шаг по пути к созданию дуэтов. Третий шаг из этой же серии был в виде девушек. Кто видит... Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Поднимите руки, кто видит девушек. Супер. А кто видит две девушки? Есть руки. Давайте я вам расскажу. Здесь две девушки. Значит, одна девушка, вот эта, это такая танцовщица, у нее голова, руки вверх-вниз, да, и такое извивающееся тело в такт музыки. Она небольшая. Если вы внимательно... Ну, я понимаю, что не видно, я вам просто расскажу. Здесь вот следы. Вот это так... Люди по ней ходят, они не знают, что это девушка, поэтому они просто, так сказать, прохаживаются взад и вперед. Это тоже было найдено мною в геотермической зоне в Чили. Вот. А в дуэте к ней очень необычная девушка. Значит, у нее вот наверху шляпа, вот дальше идет голова, дальше идет воротник, грудь, и дальше идет талия. Ног здесь нет. Если кто-то видит ноги, это, значит, не входит в план этого, так сказать, дуэта. Видите, да, две девушки. Вот правая девушка, это река. Это просто реальная река, которая снята с вертолета в Исландии с высоты, соответственно, как летает вертолет, 300-400 метров. И все цвета, которые здесь есть, это цвета на дне этой реки. То есть природа так на дне нарисовала, расположила минералы, песок, камни и так далее, покрыла это тонким слоем воды. Вот практически все, что здесь есть на кадре, это все вода. Не вода здесь, только вот этот вот кусочек. Вот это берег острый. А вот это все, это все покрыто слоем воды. И вот так случилось, что мне повезло, была очень хорошая погода. И вот я сделал серию фотографий именно исландских рек. И вот одна из рек объединена в этом дуэте с девушкой из Чили. Продолжение следует...